Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я приветствую вас на канале Процветок. По нашим роликам, в которых мы говорили и об использовании листового опада, и о том, как правильно приготовить компост, как ускорить приготовление компоста, мы получили достаточно много вопросов. Многое из них связано с тем, как правильно содержать компостную кучу зимой. Нужно ее укрывать или не нужно ее укрывать? На этот счет имеется два мнения. Первое мнение, которое хорошо подтверждено исследованиями, говорит нам о том, что анаэробные процессы, то есть процессы, связанные с отсутствием кислорода внутри кучи, приводят к образнованию значительно большего количества гумусовых веществ. Такой компост отличается гораздо большей ценностью. Именно по этой же причине, когда мы говорили в роликах о зеленом удобрении, я всегда говорил и настаиваю на том, что анаэробные процессы, процессы, которые в зеленом удобрении происходят в толще воды без доступа кислорода, являются для растений впоследствии и для почвенной микрофлоры гораздо более ценными. В этом смысле зеленое удобрение без доступа кислорода имеет огромные преимущества перед так называемым компостным чаем, когда мы пропускаем воздух через настой компоста, через настой растительных остатков и способствуем окислению органического вещества и улетучиванию питания из нашего компоста, твердого или жидкого, в виде углекислого газа. В этой связи совет укрывать компостную кучу является весьма и весьма полезным. При этом такое укрывание должно быть сделано именно полиэтиленовой пленкой, потому что тот же спонбонд будет пропускать и воздух тоже. Это с одной стороны. С другой стороны, накрытие сверху пленкой также будет способствовать сохранению тепла внутри кучи. Если мы компостную кучу сделали по всем правилам, если мы пересыпали ее удобрениями азотными, фосфорными, если мы добавили туда землю, обогащенную различными микроорганизмами, то там начинаются процессы разложения. Куча начинает подогревать сама себя. И если мы сверху укроем ее полиэтиленовой пленкой, в этом случае и в течение зимы это тепло будет сохраняться, все процессы будут там происходить гармонично. И весной мы получим полностью готовый компост, а уж тем более, если мы туда заложили еще и кухонные остатки, которые являются хорошим источником питания для микрофлоры компостной кучи, в этом случае сохранение вот этого тепла полностью позволит нам и получить хороший, ценный, богатый гумусовыми веществами компост. Однако существует и вторая сторона медали, а именно это обеспечение компостной кучи влагой и второе это обеспечением воздухом тех организмов, не микро, но макроорганизмов, которые также участвуют в компостообразовании. Если мы имеем вот такую кучу, которая хорошо связана с окружающей средой, которая общается снизу с землей, с почвенными горизонтами, то в этом случае такую кучу следует, если и накрывать, то только спонбондом. Почему? Дело в том, что не только микроорганизмы участвуют в образовании компоста. Различные полезные почвенные и непочвенные клещи, а также дождевые черви, другие олигохеты, они также являются важным фактором создания такого плодородного, хорошего компоста. Поэтому, если вы компостируете в мешках, то пусть это все будет закрыто полиэтиленом внутри, вкладышем, пускай там не будет доступа кислорода, пусть там идут исключительно анаэробные процессы. Если вы компостируете в большом объеме в куче, то накрывать не следует, потому что компост должен обеспечиваться влагой, потому что компост должен обеспечиваться кислородом для обеспечения жизнедеятельности различных макроорганизмов. Все-таки компромиссным вариантом является укрытие компостной кучи с панбондом. В этом случае влага, естественная влага, будет проникать внутрь компостной кучи. Внутри компостной кучи, прямо в центре, если она у вас большая, будут происходить те самые полезные анаэробные процессы. И эти анаэробные процессы будут также являться и источником тепла для всей вашей компостной кучи. Ну а по краям и ближе к земле у вас будут проходить аэробные процессы, которые будут способствовать поддержанию нормальной численности тех червей, клещей и других организмов, которые позитивно влияют на образование компоста. И полагаю, что вот эта золотая середина укрытия компостной кучи с панбондом является тем лучшим компромиссным вариантом, который вы можете применить для сохранения компостной кучи в течение зимы. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего хорошего!